С 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В этот день Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Будь здоров утренней зарядкой». Региональным министерством здравоохранения мероприятие организовано в школах, СУЗах, вузах, социальных учреждениях и поликлиниках. Наша съемочная группа побывала на утренней зарядке в детской больнице номер 3 Твери. Выше руки, шире плечи. Утренняя зарядка для детей началась в 10 утра. Специально для всероссийской акции «Будь здоров» студенты Тверского государственного медицинского университета подготовили ролик с упражнениями. Ребята дружно выполнили несложный комплекс для шеи, рук, ног и туловища. Зарядка с утра помогает человеку проснуться, запустить свой организм и дать мышцам сигнал к работе. Утренняя зарядка – это важная составляющая здорового образа жизни, которая практически 50% здорового образа жизни – это вклад в здоровье каждого человека. Ну, помимо двигательной активности, это и правильное питание, отказ от вредных привычек. Много идет из семьи. Если родители ведут здоровый образ жизни, то, как правило, и дети тоже. В отделении больницы лечение проходят дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Маленькие пациенты положительно оценили утреннюю зарядку. Нормально. Нормально? Да. Чтобы проснуться, чтобы начинала работать голова, с утра самое оно. Акция «Будь здоров» нацелена на то, чтобы привить любовь и замотивировать жителей Тверской области к занятиям, спортом и ведению правильного образа жизни. На главной пешеходной улице Твери мы решили выяснить, делают ли жители областной столицы утреннюю зарядку и ведут ли здоровый образ жизни. Делаете зарядку по утрам? Обязательно. Как занимаете? Что делаете? Седаю, отжимаюсь. Был бы турник, подтягивался бы. Всегда делали зарядку? Нет, только сейчас начал следить, потому что сахарный диабет. Слежу сейчас за своим здоровьем, но начал относиться к этому серьезно, не как раньше. Иногда, раз в неделю. Ага, что делаете, как занимаетесь? Ну, как там, как в советских фильмах было, так и делаем. А как вы вообще думаете, надо ли вести здоровый образ жизни? Определенно, с какого-то возраста надо начинать. И с какого возраста лучше начинать? Ну, после 30-ти уже можно задуматься. Ну, вообще сначала на полу, потом гантелями. А вот каждое утро занимаетесь? Каждое. Врачи не перестают напоминать, что основами крепкого здоровья и долголетия является правильный образ жизни вакцинации, профилактические осмотры. Так, регулярное прохождение диспансеризации позволяет на ранней стадии выявлять заболевания. И тогда лечение проходит более эффективно. Задача по усилению темпов проведения диспансеризации в Тверской области, в том числе людей, переболевших COVID-19, поставлена губернатором Игорем Руденей. Субтитры создавал DimaTorzok